Всем здрасте, я Алексей Романов, это Томск, но видео, которое я хочу сейчас вам предложить, оно из Хабаровска. Я записывал его специально для Дегтярева. Да, вот специально, персонально, для исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Был такой эпизод в моей творческой биографии. Я делал видео для Дегтярева. Дегтярев это уже видел, я точно это знаю, он живет с этим уже год. Как так получилось, что я записывал для него видео, но здесь все просто. Хабаров собирался год назад прилетать Шнур, и ребята с телекомпанией RTVI попросили меня, чтобы я записал своего рода глаз народа. Маленький эпизодик из того, что вы сейчас увидите, даже попал в итоговый фильм Шнура. Ну а вот сейчас, год спустя, я публикую полную версию. Почему год? Ну, я думаю, понятно. Год это срок давности по административным правонарушениям в России. То есть, вот тех людей, которых вы сейчас увидите и услышите, их уже при всем желании нельзя наказать за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В общем, смотрим без опасений и угрызений совести. Ну и заодно пишем в комментариях, а что сейчас хабаровчане думают об этом замечательном персонаже, и что сейчас ему желают. Не забудьте подписаться на канал, Россия будет свободной. Я Алексей Романов, приятного вам просмотра. Я против Путина. Потому что, вот сколько им там можно наверху воровать? Дайте вы народу пожить хоть немножко, вот вздохнуть. Мы вот живем в таком, в такой нищете и бедности. Вот я проработала 40 лет стажа у меня, я заработала всю пенсию 10-700, представляете? Вот сейчас у меня есть еще силы работать. И я как бы живу, ну так, более-менее. Я с ужасом жду того дня, когда я не смогу работать и буду жить на эту нищенскую пенсию. Вы против Путина. А Дегтярев посланник Путина? Конечно, посланник Путина. А Фургал был посланником Путина? Посланник не был посланником Путина. Фургал это, ну, народно избранный такой человек, который вот действительно хотел, ну, пришел сюда в край, хотел здесь что-то изменить к лучшему, как бы, жизни. Он здесь вот с этих мест... А чего хочет Дегтярев? Ну, он, не знаю, он, что он хочет. Он посланник Путина, этим все сказано. Он хочет вот, там, продолжать им воровать, тянуть отсюда, высосать все с Хабаровского края, все до последнего этого. И чтобы люди здесь молчали и превратились, ну, не знаю, во что, в ничтожество какое-то. Я не знаю, чего ждут хабаровчане от Дегтярева, но вот лично я жду, чтобы он собрал свои чемоданы и уехал к себе обратно. В Москву, в Самару и куда угодно. И чтобы нам немедленно вернули нашего губернатора Сергея Ивановича Фургала. А он может что-то, в принципе, сделать, чтобы ваше отношение к нему изменилось? Конечно, может. Он может сесть в самолет, собрать свои чемоданы, улететь в Москву отсюда на веки вечные и прислать нам сюда обратно нашего любимого губернатора Сергея Ивановича Фургала. Это будет самое отличное, что он может сделать для хабаровчан. К сожалению, у него нет шанса понравиться. Хабаровску не было изначально. Его поставили в такие условия, что он уже изначально в наших глазах враг. Он назначенец враг и он не может заменить Фургала. Никто не может заменить Фургала. И мы ему можем только посочувствовать. Бедный, несчастный, банный Лунтик. Мы ему можем только посочувствовать. И мы ждем не от него. Мы ждем от людей, которые его прислали сюда. Извинений. Мы ждем сатисфакции. Извинений. Мы оскорблены. Нам плюнули в лицо. Весь народ Хабаровского края сочел арест Фургала как личную обиду, как личную проблему. Именно поэтому мы здесь, без всякой организации, без ничего. А приезд сюда Дегтярева? А приезд Дегтярева это еще дополнительный плювок в наш Дальний Восток. Это надо быть чемпионом по плювкам, чтобы достичь нас. Спасибо товарищу в бункере, который прислал к нам вот этого Лунтика. Мы поняли, за кого нас считают. Мы наконец поняли, что с нами вообще не считаются. Мы поняли, что мы для них никто. А мы хотим обратить на себя хотя бы внимание. И мы обратили уже на себя внимание. Вся страна нас поддерживает. И мы требуем удовлетворения. Мы требуем извинений. В Дальний Восток, вы знаете, наверное, здесь 20 лагерей было в свое время. До сих пор можно встретить места, где поселок работает на зону, зона на поселок. И когда такого голубка прислали, знаете, это не плевок. Это попытка, вы знаете, парашу макнуть. Вот чего я лично ожидаю от Дегтярева, я могу честно сказать и прямо. Я жду, когда он уедет. Вот то, что он может сделать для Хабаровска, это встать на лыжи. Ни про него вообще не хочу даже говорить. Про него я ничего не хочу говорить. Ну, хорошо, ладно, скажу. Почему? А, скажите. Да. Ну, вот я знаете, что думаю? Что вот он приехал сюда к нам, и, ну, как бы, первым делом он должен был выйти к народу, там, и, ну, как бы сказать, давайте вместе, вот, там, придумаем, как нам бороться за нашего губернатора, как мы можем помочь ему, вот какие там, ну, там, действия предпримем, а не вот прятаться в этом Белом доме, там, какие-то задачи выполнять, которые там и без него там будут решаться и делаться, все так и было. Ну, вот так как-то. Он может изменить отношение к себе? Ну, я думаю, что сейчас уже нет. Не сможет, наверное. Что бы он ни пытался сделать? Да, что бы он ни пытался сделать. На данный момент я... Вообще этого Дегтярёва по сути не знаю. Я уверен, это из единой России. Я уверен, что он нашим губернатором не будет, потому что народ будет стоять за Фургала, потому что это единственный человек в нашей России, который не ворует. И я буду ждать его. Я буду самолично приезжать раз в неделю, как минимум, чтобы стоять с плакатом. Что может он сделать, чтобы изменить свое отношение? У него есть шансы изменять или нет? Он уже себя показал на видео, когда он говорил, что ему без разницы вообще на граждан Хабаровского края, вообще на граждан России. Типа, его Путин выбрал. Ему все равно. Он своему уже отношению показал свое дальнейшее, так сказать, губернаторское положение. И поэтому я думаю, что он не приживется здесь. Я, мы Сергей Кургал! Я, мы Сергей Кургал! У нас нет никакого ожидания к нему. Мы его не приглашали, не звали, его нам навязали. Это не наш выбор. И мы от него не ждем ничего. Он может что-то изменить в этом смысле? Очень маловероятно. Он, ему нечего предложить. Наоборот, только ухудшает обстановку. Это провокация Москвы. Москва, может, хотела как-то сгладить таким образом обстановку, но на самом деле только усугубило. Ему сейчас вот полтора миллиарда Мишустин склинявил. Сейчас ему еще дадут, сверху дадут. Он это все раструбит и все скажет, я, смотрите, какой я хороший. И народ притухнет, скажет на кухню, а действительно ведь он же кормит край. Вы думаете, так будет? Так будет. Зачем он здесь появился? Совсем немножко. Я от него ничего не жду. Послушивая его конференцию, не то, что конференцию, а то, как он выражается, что он говорит, мне кажется, что он вообще человек недалекий. Для меня такое мнение. Либо, я не знаю, ничего сказать про него плохого не могу, но хорошего тоже. И ничего он нам не сделает здесь хорошего, потому что это ставленный Путин. И вот просто сюда взяли и направили усмирить народ. А что-то может измениться? Я думаю... В отношении к нему имеется в виду? В отношении к нему? Да, думаю, навряд ли. Это человек с Москвы, человек не Хабаровска, он не знает ни местной ситуации, ни жителей, ему не интересен край. Поэтому я считаю, что ждать от него нечего, большая часть народу ничего от него не ждет, ждет только одного. Пусть он уедет. Нам нужен только Сергей Иванович. Вообще от него ничего не ждут. Вообще ничего. Мы от себя Кургала ждем, а от него ничего не ждем. Он засланный какой-то там Путин. Зачем? Вообще смысла не вижу. А он может изменить как-то отношение к себе? Да я думаю, что нет. Вообще без шансов? Он перебежчик. Оттуда он перебежал? Сюда, туда, сюда. Какая непонятная, короче. Так что я думаю, что нет. Я даже не буду говорить по поводу того, что Диктерев это там подстилка Жириноска, что у него очень много разных идиотских мыслей, типа того, как там насчет женских менструаций, или то, что он наклеивает там на холодильник какие-то 500 рублей, и все становится нигде намодифицировано на таким природным. Даже суть не в этом. А в том, что основной... Во-первых, он неужели не понимает, что став, будучи назначен сюда, это определенная подстава даже для него самого, потому что здесь его никто не встретит, здесь его никто не полюбит. Это будет конец его политической карьеры. Он уже в принципе станет политическим трупом после этого. А он может что-то изменить, чтобы не стать политическим трупом? Первое, что он должен был сделать, это должен был выйти к народу. У него не нашлось даже пяти минут, чтобы выйти к протестующим. У него нашлось время похавать мороженое, перейти дорогу на красный свет, но у него не нашлось времени встретиться с людьми. Вот есть такой диктырев. Ой, пускай и едет на свою луну. На луну? Да. А он может каким-то образом изменить к себе отношение? Что ему надо сделать? Фургал он вернуть. И все. Тогда будет он нормальный. Наш выбор, наш фургал! Честный суд Коваровска! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Честный суд Коваровска! Я вообще такого человека ничего не жду. И ждать, мне кажется, вообще нет смысла. Почему? Потому что Единая Россия, она давно у власти. И 20 лет ничего не меняется. Уже хватит ждать. Диктярев, уходи! Уходи! Диктярев, уходи! Есть такой диктярев. Есть такой диктярев, да. Чего вы от него здесь ждете? Ничего хорошего не ждем от него. Он просто выполнит свою функцию и уедет, скорее всего. Потому что рейтинг у него практически нулевой. Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Еще вопросы? Да. А он может изменить отношение к себе? Путина в отставку! Я думал, после того, как он себя повел, вряд ли. Его даже люди по дороге в ванне натормозили, просто чтобы задать ему вопросы. Он говорит, с одной стороны, то, что он не против общаться с народом, но он ничего не делает для этого. Мы ему можем дать рупор. Пожалуйста, выходи, Михаил. Мы тебе рупор дадим. Ты поговоришь. Мы даже замолчимся. Я тебе обещаю. Выходи, пожалуйста. Не будь трусом. Вообще ничего не жду. Я отношусь совершенно никак, потому что это человек Кремля. Нам нужен губернатор Хакабаровского края, а не человек Кремля. И эта ситуация он может как-то изменить? Он ничего не изменит. Он живет от звонка до звонка. Что ему скажут в Кремле, это он и сделает. Он это дал всем понять. Даже при обращении гражданам. Без вариантов. Без вариантов. Не все могут выходить каждый день, но как минимум в субботу мы даем страницу угля, и это очень радует. Вот прислали такого Дегтярева. Да и пошел он. Он же сказал, что мы можем его послать, он может нас послать. Ну мы и шлем. То в космос. То мы его в космос посылаем. То в баню. Я, мы, он, она. Я, куртала, вся страна. А что о нем думать? Ну, это, это просто кукла властей, всего лишь навсего. Ну, это все настолько, все явно, настолько все это вот на виду, то, что все видели в интернете, простите, да. Я сегодня просто об этом думала. Я не буду сейчас употреблять те слова, которые я, которые я про него думала. Вот. Но это все правда. Поэтому люди, конечно, возмущены. Этот номер точно не пройдет. Потому что людям себя уважающим писали человека, которого априори никто уважать не сможет. Вот и все. Честный суд Хабаровске! Честный суд Хабаровске! Весношу в Коваровске!